Всем привет, с вами я, Дима, и это последний выпуск пасхалок на моем канале. В этом году. Но перед тем, как начать, хотел бы рассказать вам об одной игре, которая называется Новогодние авиаторы. Это игра от 2GIS, в которой можно летать над своим городом. Цель игроков — собирать подарки и зарабатывать очки. А в конце каждого дня пилоту, набравшему больше всего очков, вручают подарок. Это фитнес-браслет, это беспроводная колонка, AirPods или другой гаджет. А в финале же лучшие из лучших сразятся за MacBook. Играть в авиаторов можно до 13 января, поэтому поторопитесь, заводите моторы и вперед. Как вы наверняка знаете, Valve не так давно нонсировал проект, который готовится в первую очередь для поколения миллениалов, или же поколения Y, людей, родившихся в период после 81-го и до 96-го года. Так что я под эту категорию не попадаю, потому что я... Так, стоп, а кто я? Поколение Z после 2000... Ёпа, народ, кто я? Так. Так, так, так. Ну, богу слава, не один я задачался этим вопросом, судя по всему. А не, я миллениал все-таки. Но в любом случае, я не ебал, что такое Half-Life DK, если верить гуглу, это третье дополнение к первой части. И тут есть один, на самом деле, реально прикольный секрет. Все, что вам нужно, это взять лом на шестой голове и зайти в помещение с бассейном. Как видите, бассейн уже занят, но это не проблема. Берем лом и херачим по этой гниде, пока он не взорвется. И я сейчас, кстати, не переукрашиваю. Сейчас бы хотелось на монтаже сразу вставить взрыв, чтобы это было, ну, эпичнее при рассказе. Но я должен вам еще показать и то, как долго нужно лупить. В общей сложности 600 раз надо его пиздануть, поэтому я все-таки, наверное, сэкономлю ваше время. Да, из чувака высыпятся бесконечные снарки, которых нужно, которых можно использовать как оружие. Вот такой вот прокол. Еще одно ископаемое. Blair Witch Volume 1. Rasting Park. Вышла игра в 2000-м, но нашли пасхалку относительно недавно. И пасхалка, скажу я вам сразу, очень горячая. Хотя по атмосфере игры сразу-таки не скажешь. Серость, слякоть, уныние. Но, с другой стороны, именно в такой атмосфере, в принципе, хочется чего-то горячего, да? Вот и разработчики так считают. И потому, если вы очень уперты, вы добьетесь в этой игре своего. Для того, чтобы увидеть пасхалку, нужно подойти к ванной и попробовать искупаться. А сначала героиня вам откажет, но вы, главное, не сдавайтесь. А примерно через несколько десятков раз она все же даст слабину и разденется до гола. Ну, если не считать черные квадраты, конечно. Хотя есть возможность посмотреть на оголенку полнейшую, без квадратиков. Для этого вам нужно прибежать в один магазинчик, где в автомате со льдом будет лежать монетка. Берем ее и направляемся в кафешку. По атмосфере, кстати, будет очень напоминать Твин Пикс, чувак с кружкой кофе, так и вовсе вылитый Дэйл Купер. Но не о нем речь. Включаем автомат с музыкой, берем ту самую монетку и даем ее парменше. Ну и наблюдаем за жаришкой, так сказать. Мог бы я сказать, но мой ролик мне важнее. Так что я, собственно, наручно, наверное, суну сюда цензуру. Если хотите, на ютубе это добро есть и без моих стараний. Хотя не знаю, кого сейчас вообще возбуждают вот эти вот квадратные си... С другой стороны, как говорится, каждый дрочит. Далее абсолютно аморальная пасхалка. Игра называется Vampire the Mascara, это Bloodlines. И тут, блядь, какие раньше сложные названия были. Пиздец. Vampire the Mascara, Bloodlines. И тут на одной из локаций мы можем лицезреть вот такую вот картину. Это чувак без головы. Голова, кстати, лежит где-то здесь. И нам нужно будет ее взять. Берем эту голову и... Ища. Вот. Говорю же, аморальная пасхалка. Возглас не я вставлял. Я это вообще осуждаю. И не советую вам заниматься подобным в жизни. Так, ну и затянул я что-то уже с играми миллениалов. Давайте что-то поновее. Например, Death Stranding. Игра гениальная, как вы знаете. Я не знаю, еще не играл, потому что... Ну нет у меня времени 50 часов узнавать, зачем я вообще работаю курьером. Но то, что игра от гения, это точно. Потому что кто еще, если не гений, мог вставить себя... Мог засунуть себя в игру вот таким вот образом. Да, кто не понял, это сам Кодзима. Вылезает из-под земли, если долго смотреть на ноги Сэма. О том, что, кстати, будет, если смотреть в паховую область, показал сам гений. Поэтому я тут долго не буду задерживаться. Но если вы не видели, то вот. И снова Хитман. Еще не один, наверное, выпуск с пасхалками у меня не был без этой игры. Причем в прошлом выпуске я показывал вам уже несколько пасхалок именно с этой миссией. И каким-то неведомым образом пропустил еще и этот секрет. Это ананас под водой. Но тут даже объяснять, я думаю, ничего не стоит. Поэтому переходим к Jazz Coast 4. Который, кстати, тоже был у меня в прошлом выпуске. И к которому я тоже проебал одну пасхалку. На самом деле, она мелочная, но ржачная. Когда-то давно я уже показывал вам коровью пушку. Если вы стреляли из нее по людям, они превращались в коров. Реально, смешно было. Так вот, по всей видимости, с новым патчем разрабы модернизировали этот ствол. Модернизировали. Этот ствол. И теперь, если выстрелить по коровам, они превратятся в генералов. Блядь, пацаны. Следующая игра, Kingdom Come Deliverance. Как вы видите, я в лесу. И я здесь не просто... Что я несу, блядь? Игра... В игре практически вся карта, это сплошной лес. Я в определенном месте в лесу. И тут я нашел одну необычную могилу. С виду она кажется обычной. Но это до тех пор, пока она не раскопана. Поэтому берем лопату и копаем. И тут, как вы видите, лежит человек. Не один, а вместе со своей лошадью. Вернее, с ее частью. Вернее, с головой. И все это является отсылкой... Сами знаете, какому фильму. Но это еще не все. Далее я отправился уже в поле. А так как игра с упором на реализм, то мое путешествие было, ну, достаточно долгим. Но я все же достиг своей цели. И моей целью являлась разбитая об землю Баба Яга. Напоминаю, игра с упором на реализм. Поэтому тут даже объяснили, от чего она разбилась. От птицы. Да, рядом с ней лежит дохлая птица. С которой, видимо, они и столкнулись. Так, ну а далее я узнал, что в игре еще, оказывается, есть и личная лошадь. Просто я не играл ни разу в игру. И не знал то, что тут можно подзывать к себе лошадь. В общем, мы с ней отправились к следующей пасхалке. И дорога была, скажу я вам, очень сложная. Мы с плотвой попали и под дождь. И падали с обрыва. И застревали в текстурах. И переправлялись через город. Кстати, настройка у меня максимальная, если что. И вот, когда наступила наконец ночь, мы с плотвой добрались до нужной точки. И тут я, конечно, был немножко зол. Потому что ночь, а мне хер пойми, каким образом искать вторую могилу. Однако, на мое удивление, я нашел ее чуть ли не сразу. Абсолютно случайно. Ну, тут, в принципе, принцип такой же. Раскапываем могилу и находим в ней уже более древнего мертвеца, от которого остался лишь скелет. И который дебит. Так, и на минуточку прервемся. Хотел бы сказать о том, что завел себе телеграм-канал. Потому что иногда, знаете ли, хочется делиться с вами какими-то мыслями, которыми в рамках канала просто не получается делиться. Допустим, о каком-то фильме мнения. Мнение о сериалах, о событиях в мире. Плюс я буду туда выкладывать фото своего ебала. Ролики там будут выходить на день раньше, чем на канале. Потому что знаю, что трафику на ютубе это никак не вам мешает. А вот кому-то, возможно, из вас это будет хорошо. Тем более о скримерах, никто не сможет предупреждать. Ну, еще там я буду отвечать на ваши вопросы. Так что, короче, подписывайтесь. Ссылку я оставлю как в описании, так и в комментариях. Ну, а дальше я решил разнообразить выпуск и сунуть сюда еще и гугловские пасхалки. Причем не баян по типу, там, динозаврика или перчатки бесконечности. Все серьезно. Для первой вам вообще понадобится андроид-смартфон. Так как на айфоне, оказывается, гугл хром выглядит немножко иначе. Я сам был в шоке. А вот на самсунге или каком-либо другом андроидовском телефоне сверху можно будет увидеть количество вкладок. И нам нужны не обычные какие-то вкладки, а вкладки в режиме инкогнито. Это обязательно условие. Ну и в целом ничего сложного тут нет. Тупо открываем 100 вкладок и... Все. Ну, а еще всякие приколюхи есть по секретным запросам. Перчатки бесконечности Баяна, опять же, которую вы все видели. А вот, например, если вести Джоуи Требьяни, это герой сериала Друзья, если кто не знает. А рядом с информацией о герое будет пицца. И вот нажав на нее произойдет вот что. А с другими персонажами тоже есть всякие приколюхи. Не со всеми они удачные. Ну, вот, например, Рэйчел просто покажет вам картинки со своей прической. Кто-то скажет, что это за хуйня, а кто-то, кто знает предысторию, даже немножко обрадуется. Потому что раньше, в конце 90-х, если не знаете, была повальная мода на прическу Рэйчел. То есть, как вот пару лет назад ваши одноклассники приходили в барбар-шоп и говорили, как у Макгрегора, а так и в то время ваши матери приходили в парикмахерскую и говорили, как у Рэйчел, пожалуйста. С Росом скучный запрос, который я не особо понял. Может быть, я не понял, и он на самом деле не скучный. Объясните в комментариях, если знаете, тут какой-то диван и переклоняется все в сторону. У Чендера будут его питомцы, но Афибия споет вам ту самую песенку про драного кота. И на этом все. Да, пасхалка оказалась не столь много, сколько хотелось, потому покажу вам еще несколько рофловых читов. Начать свой показ хочу с Counter-Strike Global Offensive. И перед тем, как заходить в игру, не забудьте открыть свойства игры, нажать на установить параметры запуска и ввести тире консоли. Именно при таких параметрах запуска вам станет доступна суперспособность вводить читы. Вводим сначала SV Cheats 1, потом SV Holiday, подчеркивание, моды, пробел 1, и потом End, нижний пробел, Create Chicken. И вот у нас появляется чикен. Создать таких можно сколько угодно, но будьте осторожны, потому что я, например, заспаунил нескольких в одном месте, и они у меня, ну, тупо застряли. Пришлось решать вопрос крайними мерами. Но это еще не все. Есть еще один прикольный код, его я читать отказываюсь, прочитайте, если хотите сами, но вводится он вот так. Так, цифру можете бить какую угодно, от единицы до десяти. Я выбрал максимальную, потому у меня получилась настолько огромная курочка. Вы можете сделать их, конечно, поменьше, но тут, как говорится, на вкус и цвет. И снова Hitman. Правда, древний Hitman 2 Silent Assassin, и я не понял, что с ним. То есть у меня Лейса здесь передвигается как-то вот так вот. И это у меня что-то, или он действительно так передвигается в этой части. Говорю сразу, приобрел я игру на совесть, вот пруфы, и, ну, знаете, иногда бывает так, что лицухи реально работают хуже, чем пиратки. Но я из-за пиратить в состоянии, однако одна херня. Ну, то есть, что там, что там, он у меня бегал очень медленно, передвигался очень медленно, иногда нормально. В общем, странно. Но ладно, в Hitman все куда проще. Вводить что-то перед запуском не надо, вам нужно просто на клавиатуре пропечатать нужные клавиши, как это было, например, в GTA Vice City, там, Asprin, Liv Mealon. И тут я покажу вам два кода. Первый EOEER. Активирует вам суперснаряды, а второй EOEERV. Активирует невесомость. И если хотите прям, ну, совсем угорать, то лучше использовать, конечно, их в комбинации. Так, ну и на минуточку вернемся к игре новогодние авиаторы. К игре от 2GIS, в которой можно летать над своим гордом. Цель игроков, еще раз напомню, собирать здесь подарки, зарабатывать очки, а в конце каждого дня пилоту, набравшему больше всего очков, вручают подарок. Это фитнес-браслет, беспроводную колонку, AirPods или другой гаджет. В финале же, напоминаю, лучшие из лучших сразятся за MacBook. Так что, да, играть в авиаторов можно до 13 января, поэтому поторопитесь, заводите моторы и вперед. Ну, а последний чит покажет вам Игорь. А все, что вам нужно, это подбежать к какому-либо объекту, к любому абсолютно, и нажать на своей клавиатуре тильду. Выскакивает, как вы видите, вот такая вот панель, и не торопимся что-либо вводить. Сначала щелкаем мышкой по объекту, который нужно задействовать, а уже после добавляем к автоматически добавленному слову SetScale, ну и цифру. Я тут вот решил прописать 0.5, и, как вы видите, бабенка уменьшилась в два раза. Если же вы хотите увеличить что-либо, то прописывайте от единицы до 10. Я вот самого Игоря увеличил, и потом быстро перемещался по карте. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Кстати, не забывайте подписываться на страницу ВКонтакте. Я вам даже обещаю, что когда наберется там 30 тысяч подписчиков, я выложу наконец-таки свою нормальную аватарку, а не вот этот вот кулак. Ну и с наступающим вас, хорошего настроения, всем спасибо еще раз за просмотр, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok